Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. Юг России охватили пожары. Сев приостановлен из-за пыльных бурь. В следующем году минеральные удобрения подорожают, а на подсолнечник в Ростовской области выплатят субсидии. Обо всем этом сегодня в нашем выпуске. Южную часть России, где всю неделю дует ураганный весер, охватили природные пожары. Самая сложная ситуация в Ростовской области. Пик возгораний пришелся на 30 сентября. За сутки произошло 234 пожара. Сгорело более 430 гектаров леса. На защиту населенных пунктов от огня вышли все. И пожарные службы, и сельхозпроизводители. Вот что рассказал нам фермер из Чертковского района Роман Щусь о том, как тушили пожары в его краях. Мы горим и горим. Вчера у нас тут хутор сгорел. Пять домов сгорела, живность погорела. Малая Лозовка, Арбузовка, хутор там есть. А тут соседи СПК «Мир». Побежали туда, у них там на выгоне коровы, молодняк. Пока побежали туда отбивать, тут хутор загорелся. Рядом с нами звонит, говорит, помоги. Горим и там, и там. Так, ну, вчера с двух часов и до позднего вечера тушили тут пожары. А сейчас опять он все дымом заволоклось. Сейчас на стреме сидим. Досада была такая, что свет вырубили. Все скважины стоят. Никто, нигде воды не закачаемся, ничто. Речки попересыхали. Верите, такого не было. Мы даже с речек не могли воды закачаться. Нету. Сухие. И сейчас он, дым стоит, вообще ничего не видно. Смрак какой-то идет опять со стороны Лозовки. Опять где-то что-то горит. Но еще пока тишина, никто ничего не говорит. Тушить огонь с воздуха авиасилами МЧС в эти двое суток не удавалось, поскольку ветер не позволял подняться в небо ни илом, ни вертолетом. Правительство региона, чтобы не допустить новых возгораний, приняло решение обесточить некоторые населенные пункты. И здесь возник ряд сложностей. Во-первых, люди остались без электричества, как следствие и без воды, поскольку многие получают воду из водонапорных башен, а их было просто нечем наполнить в эти дни. Сильно пострадали сельхозпроизводители, которые занимаются молочным скотоводством. Дойки были задержаны. Радует одно, по сообщению МЧС, не было человеческих жертв. Что касается урона имуществу, губернатор Ростовской области пообещал людям в кратчайшие сроки произвести все необходимые выплаты. Такое же обещание на этой неделе дал и губернатор Воронежской области Александр Гусев. В регионе от пожара пострадало село Николаевка Павловского района. Там сгорело 20 жилых домов и 27 хозяйственных построек. Ураганы пыльной бури на юге России заставили многих растеневодов приостановить посевную кампанию. Фермеры рассказывают, что ветер выдувал семена не то, что с полей, а даже из сейлок. Впрочем, это не единственная сложность, которая возникает в этом сезоне. Главной проблемой остается отсутствие влаги в почве. Актуальным решением засуху может стать подзимний посев. Что это такое и как его правильно провести, мы будем говорить 6 октября с известным донским ученым, доктором сельскохозяйственным наук, профессором Донгау Николаем Андреевичем Зеленским. А вас приглашаем принять участие в этой беседе. Итак, 6 октября в 11.00 на нашем сайте agrobook.ru начнется прямая трансляция конференции. Вы можете задавать свои вопросы в комментариях к этой трансляции, а также отсылать заранее по WhatsApp, номер телефона сейчас указан на экране. Кроме того, вы можете написать нам на электронную почту infosobakaagrobook.ru Все, что вас интересует о подзимнем посеве, будет рассказано на этой конференции. Присоединяйтесь. Минеральные удобрения в следующем году неизбежно подорожают. Это связано с планами правительства России с 1 января 2021 года увеличить налог на добычу полезных ископаемых. Производители минеральных удобрений, такие, например, как Еврохим или Фосагра, будут вынуждены увеличить свои отчисления в федеральный бюджет. Журнал «Агроинвестор» подсчитал, что если в прошлом году производители минеральных удобрений выплатили 2,4 млрд. рублей, то в следующем году им придется отчислить примерно 8,5 млрд. рублей. То есть рост выйдет очень существенным. На чьи плечи ляжет повышение НДП объяснять не стоит. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на этой неделе заявил, что его ведомство приложит усилия для того, чтобы аграрии ощутили это повышение в минимальной степени. Это означает, что за ценами на минеральные удобрения в следующем году будут следить Федеральная антимонопольная служба и Минпромторг. Минсельхоз России повысил прогноз по сбору зерна в этом году. Новый прогноз ведомства – 125 млн тонн вместо прежнего – 122,5 млн тонн. Однако Российский зерновой союз считает, что зерна будет собрано еще больше – порядка 132-133 млн тонн. Несмотря на перспективы хорошего урожая, Минсельхоз не намерен отказываться от такого инструмента, как квотирование экспорта. На прошлой неделе замминистра Оксана Лут сообщила, что вопрос остается актуальным. Правда, вот конкретный объем квоты Минсельхоз не называет. Разные СМИ пишут, что квота может составить 20 млн тонн на период с января по июнь 2021 года. Либо 50 млн тонн на весь сезон, то есть с июля 2020 года. По данным Центра оценки качества зерна, с начала года экспортеры вывезли уже почти 17 млн тонн зерна. Из них пшеница – 12,6 млн тонн. Если квота составит 50 млн тонн, то в принципе зернотрейдеры смогут вывозить продукцию достаточно свободно. Однако вопрос заключается в том, как будет выглядеть эта квота. Минсельхоз хочет реформировать ее. И тут возможны три варианта. Либо квота останется такой же, как и в прошлом году, с запретом на получение неполных деклараций. Либо квота будет утверждена по историческому принципу. То есть на вторую половину сезона зернотрейдерам разрешат вывозить определенное количество зерна в зависимости от того, сколько они вывезли в первую половину сезона. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что исторический принцип не самый лучший. Потому что он существенно ограничивает конкуренцию и есть риск, что разрешение на вывоз получат только избранные компании. Но Минсельхоз пока никакой официальной информации не дает на этот счет. Аграрии Ростовской области в этом году впервые получат субсидию на выращивание подсолнечника. Она составит 800 рублей на гектар при условии, что использовались отечественные семена. Либо 200 рублей на гектар, если поля были засеяны импортным пассивным материалом. Важное условие. Все сорта и гибриды должны быть внесены в государственный реестр селекционных достижений. Сортовые качества семян должны соответствовать ГОСТу. Кроме того, сорта и гибриды должны быть районированы именно для Ростовской области. В Минсельхозе объяснили, что новая форма господдержки была принята для того, чтобы загрузить мощности в ростовских маслозаводах. Сейчас эти заводы готовы перерабатывать 2,4 млн тонн сырья. Однако по факту принимают в сезон всего 1,5-1,7 млн тонн масличных. Даже с учетом того сырья, которое завозится из соседних регионов. Аграриям России упростят доступ к льготным инвестиционным кредитам. Раньше рассчитывать на займы со ставкой менее 5% могли только те сельхозпроизводители, которые уже получают выручку. Причем доля дохода от продажи сельхозпродукции должна была быть не менее 70%. Это требование, однако, не позволяет рассчитывать на инвесткредиты тем, кто только начинает свой бизнес. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который позволит претендовать на инвестиционный кредит тем, кто только планирует вложить инвестиции в сельское хозяйство. Не потребуется подтверждать выручки, однако, через 3 года сельхозпроизводитель будет обязан доказать, что как минимум 70% дохода получает непосредственно от продажи сельхозпродукции. В противном случае кредит ему придется возвращать уже по коммерческой ставке. На прошлой неделе проявили себя новые противники маркировки молочной продукции. В частности, против штрих-кода выступил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором попросил исключить молочную продукцию с перечня товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Аргументы, которые указаны в письме, всем известны. Маркировка продукции – это дорого и не очень-то и нужно. Молокоперерабатывающие предприятия Республики Крым подсчитали, что им придется потратить около 6 миллионов рублей на то, чтобы поставить оборудование и программное обеспечение на одну фасовочную линию. Кроме того, еще 2 миллиона рублей уйдет на покупку маркировочных кодов. Все это приведет к тому, что на прилавках молочная продукция подорожает на 10-12%, что, конечно, недопустимо в условиях, когда спрос падает и падает покупательская способность населения. Позицию Сергея Аксенова поддержали также главы Республики Татарстан Рустам Мениханов и Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Они сообщили, что обеспокоены положением молочной отрасли своего региона. Возмущаются маркировки и в Казахстане, причем не только производители молока, но также свиноводческий союз, мясной союз, производители пива и другие. Они говорят, что предложенная российской стороной маркировка будет форсированной, высокозатратной, обязательной, тотальной и ставит в безвыходное положение производителей Казахстана. Какое решение примет Россия и Евразийский союз, увидим, надеюсь, в скором времени. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и не забудьте прислать свои вопросы о подзимнем Северном.